13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. Моя гостья сегодняшняя Марина Сазонтова, депутат Законодательного собрания Кировской области 5-го созыва, депутат Кировской городской думы 3-го и 4-го созыва. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Марина Сергеевна, очень рада вас видеть. Давно, давно вы к нам не заходили. Тем накопилось много. Я надеюсь, что сегодня мы с вами плодотворно их обсудим. Я напоминаю нашим слушателям, что вопросы гостья можно задавать на нашем сайте.ехокирова.ру в форме анонсов. Я буду следить, смотреть. Если вы что-то зададите, я мгновенно передврисую ваш вопрос нашей гости. Ну, кроме того, на нашем сайте также есть аудио и видеотрансляция. Можно посмотреть. Марина Сергеевна прекрасно выглядит по-весеннему. Стараюсь. Спасибо. Спасибо. Ну, переходим к нашим вопросам. Марина Сергеевна, не знаю, давненько с вами не виделись. Скажите, пожалуйста, следите ли вы за тем, что происходит в политической жизни? В нашей Кировской области. Ну, вы знаете, вот когда вы назвали там депутат таких созывов и все, это уже не лечится, потому что это просто стиль жизни, видимо, от которого невозможно отказаться. И даже сама жизнь тебя цепляет. И когда даже по улице идешь, встречаешься с людьми, тебе задают вопросы, которые тоже настолько актуальны, интересны, или там более, так сказать, печальные какие-то бывают. Поэтому, хочешь не хочешь, ты будешь в курсе. Если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой рано или поздно, да? Да, да. Хорошо. Немножко конкретизирую вопрос. Как вам кажется, в Кировской области началась уже такая довольно активная подготовка к предстоящим выборам губернаторов, которые, напомню, пройдут в сентябре? Ну, а кто бы сомневался. Она началась, естественно, сразу же, так сказать, с появлением и в Рио губернатора, для чего бы вы поставили за год с лишним, да? По другим, предположим, партиям, кто тут объединится или еще решится, да, немножко раскачиваются иногда долго, но кто-то заявил об этом. Поэтому компания, она уже во все идет. И я даже удивилась, когда ко мне в руки попала анкета, которая называется «Независимое социологическое исследование», которое Вятский опорный ВОЗ проводит. Я поручил студентам примерно по 10 человек из разных социальных групп опросить две страницы, там, какой информацией вы пользуетесь, значит, кому там доверяете и так далее, источники, знаете ли, что выборы будут. А вся третья страница посвящена одному только кандидату Игорю Владимировичу Васильеву. Как так? А вот называется это «Независимое социологическое исследование». Так что работа уже во все идет. Я думаю, прекращаться не будет. Да, но пока можно сказать, что о том, что собирается участвовать в выборах, заявил, естественно, Игорь Васильев, да, официально. Заявил, насколько я помню, Черкасов. Да, ну и вот некоторые СМИ, судя по активности Сергея Павлиновича Мамаева, медийные говорят, что, скорее всего, он тоже выставит свою кандидатуру. Ну да, вот завтра у нас будет городская партийная конференция, то есть какое-то промежуточное решение, тоже изучение мнения. Будет ли гатов, знаю, что там Сураева фамилия еще мелькала, по-моему, ну вот и Черкасов, да, так сказать. Выдвигаться могут разные люди, но если будет такой же беспредел твориться с муниципальным, так сказать, фильтром, и для того, чтобы выдвинуться там должности. Подписи надо собирать. Подписи, да. И какое давление, так сказать, проводилось, производилось на всех депутатов, буквально шантаж шел. Мы сейчас говорим о... О выборах губернатора, когда Белых, да. Потому что я не знаю, там, как сам Белых себя вел, но его окружение работало настолько нагло, по-другому слову не могу сказать, редко использую жесткие выражения. Но это действительно диктат, шантаж, когда, если ты сам соглашался, стояла у нас подпись, предположим, за нашего кандидата, и тут же намекали у тебя там, ты бюджетник, ты или еще, и люди, их вынуждали от некоторых отзывать подписи. Вот если это будет в такой форме проводиться, то есть можно выдвигаться, пожалуйста, да, но попробуй собрать. Марина Сергеевна, а как можно это контролировать? Вот из Кирова, честно говоря, не очень было заметно, что в муниципалитетах происходит что-то не то. Далековато, значит. Вот. А люди, которые отзывают свои подписи из страха, может быть, да, потерять работу или еще что-то, они ведь об этом публично не заявляют. Как мы узнаем о том, что что-то не так? Какой вариант? Ну, вы знаете, если люди, ну, как-то, может быть, щадящие к ним, что они ведь говорят, да я не сам, у меня вот там семья, там, дети, я там ипотеку, я там оплачиваю учебу, или, наоборот, у меня дети там работают, я тоже не могу. Вы знаете, когда вот этот будет висеть, да моклов меч, ведь ездят на государственные деньги, ведут эту агитацию. Даже это агитация разве можно назвать, это давление на сотрудников. Вот Орловская дума как упиралась? Вот там коллектив очень неудобный, да, депутаты попались. Поэтому это наша беда, если ты смолодушничаешься, тебя семья не поддерживает. Потому что на каждую хитрость есть своя хитрость. Да, можно, когда тебе говорят, но голосуй хотя бы так, как тебе совесть, говорит, нужно делать, а не так, как в угоду кому-то или чему-то. Поэтому у меня всегда вот, может, слово мне придумал, такое смыкуны. Вот когда ты смыкун бегаешь, издавав другого, так сказать, чего изволите, кому изволите. Слабые людишки, которые, значит, может быть, те, на кого рассчитывали, не до конца этих людей изучили, что слабы. Но я считаю, вот если по таким депутатам в районе нужно обязательно, у нас есть вот газета «Голос народу», например, да, эти факты нужно обязательно доносить до избирателей. Вот когда шел съезд у нас, да, это немножко попозже даже журналистик, я как раз обратилась к районщикам, что, понятно, вам оплачивают пиар все эти материалы о том, какие добрые, которые все раздаривают там все. Я говорю, а почему вы не говорите и не показываете избирателям, а как голосует этот депутат, находясь в данных заседании, вот когда идет, да, законодательного собрания. Тысячи человек одарил, десятки тысяч лишил любого. И никто об этом далеко не в Северне знает. Ну, на самом деле, конечно, на сайте законодательного собрания есть возможность посмотреть, как голосуют депутаты за тот или другой законопроект. Если кто-то доберется, 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 да. Не все знают. Если вы спросите, да, что пойдет, и только когда вот Вятский Краэль там или другие, они дают по наиболее важным. Ну, каков тираж порой этих газет и доходят ли они? Поэтому надо, конечно, если быть честными, то и показывать, как эти люди, став депутатами, в итоге смолодушничают, покривили душой. А вот это, если кто этого боится, то, допустим, в депутаты не идет. Угу. Хорошо, но вернемся все-таки чуть-чуть обратно к выборам губернатора. Накануне была озвучена информация о том, что Игорь Васильев будет заявляться на выборы губернатора через процедуру Праймерис. Я так понимаю, что это обязательная процедура сейчас в Единой России. И помимо Васильева в Праймерис примут участие Наталья Катаева. Это фонд поддержки общественных инициатив «Вятская соборность», директор агрофирмы «Средневкин» Николай Харькин, генеральный директор завода «Сельмаш» Александр Чурин и ректор Кировского, теперь уже медицинского университета, а не академии, Игорь Шишунов. Так, и, ну, собственно, вот сам Игорь Васильев. Как Вы оцениваете список кандидатов? Ну и можем ли мы говорить о том, что фигура Игоря Васильева, она выигрышно смотрится на этом фоне? Или все-таки вот есть конкуренция и будет она? Я думаю, конкуренции никакой не будет. Так, то есть все уже предопределено. Я думаю, ну, предопределено, какая команда пойдет. То есть административный ресурс, который вот действовал у нас и при выборах губернатора предыдущего, и в законодательное собрание, и в Государственную Думу, он будет продолжать действовать. Отработана вся схема, и, к сожалению, когда... Вот я всегда об этой цифре говорю, что у нас процентов 60 людей остаются дома, и этот процент, он растет, потому что у людей разочарование полное. Ходи, не ходи, все бесполезно. И я не идеалистка, я реалистка, но когда я говорю, что отсидевшись дома, вы поддерживаете то, против чего вы, в общем-то, выступаете. Отсидевшись дома. Потому что все эти, ну, махинации там, или как назвать, извините, не пойман, не вор, да, идет. Но по тому настроению, которое у наших избирателей, и по результатам этого голосования, я не считаю, что легитимные выборы законодательного собрания, вот этот состав законодательного собрания. Это мое мнение. Она голосует от 15, там, до 25, 30 процентов, конечно. Это мое мнение, это мое мнение. Особое мнение? Да. Поэтому как можно относиться к этим самим выборам? Почему сейчас убрали электронное? Вы не думали, вот эти кибы, да, каибы называли? Систему наблюдения, да? Нет, каибы, когда электронное... Подсчет голосов. Да, тут очень сложно вбросить. Тут очень сложно, так сказать, какое-то провести именно вот с этими каибами. Их убрали, да, систему видеонаблюдения, как нам сказали, передали школам. А почему бы на выборах, так сказать, школы не столь, так сказать, на это 2-3 дня нуждаются, и можно это было бы сделать? Тем более, что чаще всего избирательные участки как раз в школах не находятся. То есть снятие всевозможного контроля, который бы показал, что выборы действительно идут честно, открыто, гласно. Каждый может прийти и посмотреть. Но, когда я смотрю, вот наши партийные, правда, да, пишут, очень много направлено материалов, исков, как раз на те нарушения, которые были в период выборов, решение по ним затягивается невозможно. У нас вот какой-то из северных районов, не помню, там, Верхнекамский или Афанасьевский, может, Амутницкий, вот точно не помню, но вот этот куст. На севере. Когда было, да, за руку поймано, и, так сказать, и суд состоялся, и какое решение в связи с искренним раскаянием. Вот понимаете, когда у нас можно искренне покаяться, а потом творить то же самое, мы не получим этих честных и чистых выборов, о которых все очень любят говорить. Сделаем небольшую паузу. Напомню, что это особое мнение Марины Сазонтовой, депутата Законодательного собрания Кировской области, 5-го созыва. Вернемся через минуту. Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что мы слушаем особое мнение Марины Сазонтовой, депутата Законодательного собрания 5-го созыва, депутата Кировской городской думы 3-го и 4-го созыва. Мы говорили про выбор губернаторов, закончили на том, что сомневаются наши гости в прозрачности и честности, намерений, я так понимаю, и того, что это будет происходить. Да. Достаточно честно, 100% гарантированно. Еще хотела вас спросить вот о чем. Скажите, пожалуйста, в последнее время появились разговоры о том, что, возможно, на выборы губернатора в этом году оппозиция, то есть имеется в виду КПРФ, справедливая Россия, ЛДПР, прежде всего, наши парламентские, скажем так, местные фракции, могут договориться и выставить единого кандидата. Да. Называются фамилии, то есть называлось имя Василия Куприяновича Сураева, он, правда, кстати, пока, наверное, один из немногих, кто не заявил о своих амбициях на пост губернатора. Вот. Говорилось о том, что, возможно, Черкасов будет этим самым объединенным кандидатом. Вот как вы оцениваете перспективы, насколько это возможно вообще? Договорятся ли? И надо ли? Вы знаете, вот уже выборов очень много было разных. И когда говорили, что вот если сменим кандидата, вот у нас тут будет лучше и так далее. Понимаете, в самом процессе вот этой выборной кампании партии себя показали не все далеко красиво. И методы, которыми они пользовались, я не буду сейчас называть эти партии, потому что там засветились очень многие в негативных своих моментах. Остается это в памяти, можно после этого доверять или нет. И когда идет, в общем-то, ну по-большому, как идейный, вот я коммунист, да, идея и цель мы должны поставить, но когда видит кто-то в этой цели получения только портфеля и должности, а другой хотел бы действительно что-то исправить, вот здесь один может помаскировать, другой наоборот более открыто идти, и не всем как бы нравится, что он должен более гибким быть и так далее. За людей сейчас очень сложно вот так решиться. Когда говорят, вот, например, про Мамаева, он среди кандидатов, и вот мне пришло тогда сравнение очень невольно. Я три раза была в пресс-турах по Беларуси и встречалась с Лукашенко Александром Григорьевичем. А кто такой Александр Григорьевич? Это же председатель колхоза. И вот на протяжении этих нескольких лет, которые мы встречались, я видела, как человек рос. Председатель колхоза кто такой? Он за свое хозяйство. Он прошел от азов, понимая, как организовать, чтобы был результат. И как раз не свои набивая, так сказать, он очень жестко определял, например, что в правительстве страны не будет работать ни один бизнесмен, на него очень обиделись. Он сказал, это не как у нас сейчас модно на жены оформлять, там, на послотов или на кого-то, да? Нет, у тебя получается бизнес, работа, у тебя есть возможность через депутатов, там, экономические формы, ну и так далее, свое мнение выражать, отстаивать и так далее. Но это очень жестко он вел. И когда я смотрю, как он хозяйствует в стране, мы по областям, пусть Белоруссия и не такая большая, это действительно хозяин. Да, председатель колхоза. И когда, например, там про Мамаева, ну что он там, главой района всего лишь, Богу. А он у нас Полянцев, какой глава района и как с ним считались? Человек, который снизу прошел и все прекрасно, да, знал, как все это устроено и как работает. И у Мамаева, я бы сказала, у него вот эти лукашенковские замашки такие есть. Вот он, может быть, надо было помягче, там, на эти ли все. Да, прямой, да, немножко взрывной. Но вот после работы в Госдуме время же идет, то есть человек опыт приобретает этого. Поэтому, ну я знаю точно, не держится он ни за какие должности и не рвется к этому портфелю. А именно одно желание ей сделать. И, по крайней мере, в процессе вот этих выборных кампаний он себя не показал, как человек, который наживается, а который, наоборот, хочет что-то сделать для области. Поэтому кто из них и как, хватит ли разума. Во-первых, будет зависеть от партии. И какая установка пойдет из Москвы. Нет, и все. Но я так понимаю, что справедливая Россия готова объединяться, судя по недавнему заявлению Сергея Миронова, который призвал вот в 14 регионах. А кто у них? Не знаю, не знаю. Вот в том-то и дело. Когда, ну как вот у нас есть партия, Жириновского называют, а дальше кто в этой партии? Ну и про другие можно точно так же сказать. Поэтому здесь я не люблю на кофейной гоще гадать. Но пессимистично вы смотрите на перспективы объединения. Я бы сказала, оптимизма пока я не вижу. Понятно. Чувствую. Грустно, но будем смотреть, что будет дальше. Возможно, нам жизнь еще сюрпризы преподнесет. Давайте мы сейчас перейдем все-таки к следующей теме, потому что времени у нас не очень много. Я бы хотела поговорить о прошедшем на прошлой неделе съезде Союза журналистов Кировской области. Вы там были. Вы там были, как человек, который имеет все основания в этом съезде участвовать. Вы многие-многие годы своей жизни посвятили работе в прессе. Как оцениваете? И я так понимаю, что этот съезд, он впервые за многие годы проходил. Знаете, я еще возглавляю польскую организацию, то есть юридическое лицо. И меня сразу некоторые моменты насторожили. Я не против того, чтобы это был съезд, что хорошо, что собрали журналистов. А давно не собирались? Очень давно. Но сказать, что это первый съезд журналистов, это далеко не первый. Первый обновленный, скажем так. Это некое лукавство, это раз. А если говорить о юридическом статусе любого, кто занимается или, так сказать, знает, что такое юридическое лицо, что такое съезд. И когда ты приходишь на регистрацию, тебя спрашивают, вы кто? Я говорю, я член Союза журналистов. Ну, значит, делегат. А кто меня выбрал? Наверное, можно было бы проще назвать собрание. Ну, запутайся. Или слет, я не знаю, там какое-то другое. Но съездом, конечно, если с юридической точки зрения, нельзя было это действие назвать. Но я не крыхаю борт, чтобы, знаете, так сказать, цеплять. И, конечно, не первый съезд, если посмотреть. У меня даже, по-моему, я удивилась, что Смирнов не сказал. Вот он тоже в Союзе журналистов, так сказать, и знал. Вот когда я разговаривала с Николаем Петровичем Весниковым, который четверть более века возглавлял отделение Союза журналистов у нас. Он, конечно, сказал, ну, очень смешно, что это первый съезд. Поэтому, ну, кому-то хочется, там, обновленный, без разницы. То, что встреча такая состоялась. Это хорошо. Обмен, конечно, это уже сразу положительное. И есть желание у кого-то работать, создать, инициировать что-то, флак им в руки. Ну, в конце концов, вот эти вот профильные такие собрания или съезды, они дают возможность просто в неформальной обстановке пообщаться, в глаза друг к другу посмотреть, с кем-то познакомиться, контактами обзавестись, мобильными телефонами обменяться и в случае надобности какой-то, да, потом перезваниваться и просить каких-то, да, контактов людей. Ну, знаете, даже я бы сказала, вот если работал, когда Союз журналистов, как надо, при Мясникове, да, предположим, когда кто-то уходил из наших коллег, мы это знали и могли, у нас была возможность попрощаться. Потому что вот мне работало и на радио, и на телевидении, и в газете. Это очень важно. А то, получается, как-то уже узнаёшь во след. Поэтому я думаю, что это должно быть и, как сказать, и в радости, и в горести как-то уметь поддержать друг друга. Это очень важно. Иначе Союз, он как бы теряется. Для чего? Творческих конкурсов, ну ладно, проводят, предположим, там, Липатников, Ядская торговая, промышленная палата. Администрация города проводит. Администрация, так сказать, да, какие-то. Это хорошо идёт. Но вот для Союза журналистов, то есть участвуют как в жюри в основном, конкурсы прекрасные, ну, может быть, ещё какие-то идеи появятся и будут работать с журналистами. Мы сейчас об одной идее поговорим, но сначала я всё-таки задам вам вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот на предыдущих съездах Союза журналистов Кировской области была такая же история, то есть тоже приглашали представителей власти, да, они отвечали на вопросы журналистов. Или вот, ну, первый раз такое происходит? Да нет, конечно, всегда. Дело в том, что я вот недаром и выступала, когда у нас сегодня, оказывается, все сплошь и рядом журналисты, а если взять вот на телевидении, я была свидетелем, когда там Добровольский, Федяков, Горский, Скобелев, и кто-то из корреспондентов текстурку готовил, там, значит, ведёт журналист, как они возмутились. То есть слово журналист означало, это корреспондент высокого уровня. То есть ты мог себя, ещё не будучи журналистом, но вот как корреспондент ты себя проявил, тебе рекомендации должны быть дать люди, сведущие. Сейчас проблемы нет, хочешь, вступай и так далее. И вот этим немножко размывается. Я не против того, чтобы молодёжь вступала. Наоборот, мы привлекаем, чтобы она себя и показала, что ты действительно уровень, который и продолжаешь. Журналистика – это не застывшая. Ты вступил, и ты уже всё, ангел, так сказать, тебе на века вечная. Нет, наоборот, ты должен постоянно шлифовать своё, так сказать, и профессиональные навыки. Да, 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 чтобы у тебя постоянно… Вот журналистика, она не даёт… Расслабляться. Почевать на лаборах. Да, да, да. Вот это очень бы хотелось, чтобы продолжалось. Обязательно, что журналистика – да, это уже уровень, который ты должен к нему тянуться и видеть. Он член Союза журналистов – да, это какой-то уже уровень. К сожалению, пока это сейчас размыто, это не потому, что мы в Союзе журналистов и остальных нет. Это же то, о чём говорил Галевских выступал, о грамотности. Это об умении власти уметь работать журналистикой с тем огромным толем, которое вот и сегодня есть. Но сегодня оно ещё очень слабо используется. Вот о том, насколько слабо используется, поговорим после небольшой рекламы. Две минуты перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас Марина Сазонтова, депутат УЗС 5-го созыва. Продолжаем выслушивать особое мнение Марина Сазонтова, депутата УЗС 5-го созыва, депутата Кировской городской думы 3-го и 4-го созыва, журналиста с большим многолетним опытом. Продолжаем говорить о съезде с Анимзо-журналистов Кировской области, недавно прошедшем. Остановились на вопросе взаимодействия журналистики и власти на примере вот, собственно, присутствовавшего на съезде в Рио главы региона Игоря Васильева. Как он вам показался и вообще получилось ли выстроить диалог у присутствующих? Ну, я думаю, если эти мероприятия, не знаю, и Межмейкер у него есть или нет, то надо поставить это мероприятие ему в минус. Это показало общение как раз и с районщиками, и с пресс-службами и так далее. Потому что, да, я была и на предыдущих, и на пресс-конференциях, как общаются с журналистами, журналистами это съезд был у нас, журналистов, всегда было очень уважительное и корректное отношение. И очень плохо, когда некий, ну не то что фильтр, а, так сказать, какой-то барьерчик возникает, когда говорят об очень важном с точки зрения журналиста, а со стороны власти воспринимается как некий, ну там, на уровне слухов, как было сказано. Вот понимаете, опытный, или будем говорить, сильный руководитель, для него сигнал от СМИ – это сигнал, который нельзя пропустить мимо. И я, может быть, не очень, так сказать, приведу пример, удачный, как кто сочтет. Но вот когда, сейчас скажу, это вятские наблюдатели и репортеры отличились, что Сазонтова больше всех наворовала в ЗАГС Собрании, когда мы заполоняли декларации по предыдущему, за 2014 год, это в 2015 году было. Я даже не помню. Я на это реагировала совершенно спокойно. Но когда появилось слово, что коммунистка Сазонтова наворовала там больше всех в ЗАГС Собрании, об ком наше заботился, я говорю, я-то на это абсолютно говорю. Да ты понимаешь, что коммунистов – это ж на партию и так далее. И после того, как я вынуждена была вот в этих комментариях написать, кто порадовался смерти моего мужа и тому, что я вынуждена была вступить в часть его наследства и оформлять квартиру в свою собственность, пусть это остается на их совести. Заткнулись. То есть, вот понимаете, когда лично меня касалось, я знала, что у меня все совесть чиста. А когда я задели организацию нашу, да, партию, вот меня вынудили. Точно так же и здесь. Когда речь идет о личности какой-то, что это твое право, хочешь ты или не хочешь. Но если задеваются вопросы области или то, что волнует очень многих, и когда они получают через СМИ очень правдивую или точную информацию, то есть, получается, власть способствует разрастанию этих слухов. То есть, вместо того, чтобы сразу пресечь, опровергнуть и сказать, нет, ребята, это не так. Или вот, а это так. Или это так, но не совсем верно написано. Вместо этого молчание, которое порождает новую волну домыслов. Поэтому здесь надо работать профессионально, и те, кто это еще не понял, он работает против себя. Вот мне кажется, и еще, всегда должен быть доступным. Вот очень жаловались как раз, что невозможно. Все министерства создали свои пресс-службы. Кто пресс-службы? Очень послушные там девочки, мальчики, которые боятся порой, и им там дозировано доступ к министру, исполняющему и так далее. А ведь доступ должен быть всегда уже, потому что это сегодня. Забывают, что журналистика – это нерастяжимое понятие. Мы сегодня некогда поговорить. А что такое СМИ? Это выпуск газет, это производство, это эфир, который должен четко быть заполнен. И не с куцами информациями. Почему иногда корреспонденты дорываются? Да мне вот просто реплику, причем в интересах власти. Доказать, как оно на самом деле, и это только повышает авторитет этой власти, а сегодня этим не пользуются. Марина Сергеевна, у меня вот такой вопрос. Скажите, может быть, просто мы избалованы были предыдущей командой руководства областью? Может быть, они слишком хорошо с нами общались, брали трубки мобильных телефонов в любое время дня и ночи фактически, да, не только в рабочие. Может, поэтому нам кажется, что сейчас вот как-то вот что-то не то происходит? Ну, значит, не хватает профессионализма у власти, скорее всего. Может быть, им не приходилось общаться со СМИ в той степени, в какой это необходимо руководителю. Ну, для меня это удивительно, потому что, насколько я понимаю, в Москве давно уже выстроена вот эта система. Надо учиться. И в любой компании, крупной, неважно, это государственная структура или коммерческая, в обязанности пресс-секретарей этой компании входит обязательно инициирование интервью, да, там, главных лиц компании, спикеров каких-то. Но, к сожалению, пока мы этого не наблюдаем. К сожалению, да. Пока, к сожалению, только пресс-конференция. Еще хотела вас спросить по вопросу Александра Бакасова, нашего коллеги, который тоже был задан на съезде. Я так понимаю, там была какая-то личная ситуация, да, с комментарием в социальной сети. Вы не помните? Просто меня не было, мне немножко сложно говорить о вещах, которыми, свидетелям, которым я не была. Вот ответ Игорь Васильеву по поводу того, что журналист всегда должен следить за тем, что он пишет в социальных сетях, неважно, что это его личная социальная сеть, а не СМИ. Ну, я думаю, он не прав, конечно. Дело в том, что работая в каком-то средстве массовой информации, ты сам для себя выбираешь. Да, ты пишешь, определенная цензура, она была, есть и будет. Во-первых, ну, это должно быть там корректно, что-то, так сказать, не даваясь в какие-то детали, как посчитает политика этого издания. Но сам корреспондент, он же не подписывается в том блоге, что я корреспондент такой-то вот газеты, и у меня такой... Выражаю редакционное мнение. Ну, даже если бы он там себя заявлял, именно как корреспондент, сразу бы спросили, ну, если ты работаешь в издании, которое тебя не удовлетворяет, ищи другое. А если человек, Иванов, Петров, хочет высказать свое мнение, которое, может быть, не всегда совпадает в чем-то с политикой, это его право, и, в общем-то, это ограничение свободы слова. Каждый имеет право высказать то, что он хочет сказать. Сейчас такая возможность есть. Но, помните, еще Петр Первый говорил, да, пусть, ну, без бумажки ж люди набирают, но обыдурь каждого была видна. К сожалению, когда сегодня читаешь комментарии, многие, вот редко, если там какой-то зацепил материал, чуть-чуть идешь в комментарии, но это, извините, скажу слово, треп. Это не идет детальный разбор, а вот так прокукарекать, там что-то сказать, а не разумный или, так сказать, аргументированный разговор. Поэтому дело каждого, право каждого сказать, и право каждого определить, что он себе представляет. Ну, никаких ограничений, конечно, тут быть не может. Особенно, если это касается социальных сетей, личной странички и прочего. В том-то и дело, конечно. Я подвожу сейчас к очень важной теме разговор. Я бы хотела спросить вас вот о чем. Некоторое время назад в своей работе мы столкнулись с непонятной для меня ситуацией. Сайт областного правительства пропадает информация. То есть мы помним всю историю, когда пропали новости с упоминанием Никиты Белых. Их нет до сих пор. Сказали нам тогда, что это сервер виноват. Я посмотрела, нет практически новостей и времен Николая Шаклеина, его губернаторства. Некоторое время назад я увидела, что пропал абзац, очень важный, на мой взгляд, о возможном выделении аэропорта Победилова в этом году 90 миллионов рублей. И сайт областного правительства. То есть сначала он там появился, а потом исчез. Все-таки я расцениваю сайт областного правительства как, можно сказать, печатный орган госвласти. Возможно ли такая история и вообще что происходит? Ну вы сами даете ответ на вопрос, который задаете. Так. Как хочет себя власть вести, она так себя и ведет. Соответственно, такой у нас и сайт правительства. Так ведь так нельзя. Вот я говорю, вы дали ответ на вопрос, который сами задали. Я с вами согласна. А что делать журналистам? Марина Сергеевна, мы же ссылаемся на эту информацию. А потом она исчезает. Ну как сказать, ведь у вас на сайтах в вашей информации скопированный материал, он остается. Разумеется. Это документ. Так что, как бы ни пытался кто в одном месте почистить, ушки все равно торчат в других местах. Сегодня, да, электронная СМИ, это не значит, что раз ты там нажал на удаление интернета, у тебя все исчезло. Это все равно остается. А убирается для того, чтобы не было потом ссылок. Понимаете, вот я как коробочка. Вот если сейчас ко мне домой я перетащила папки, потому что работая в журналистике, в редакциях, и там депутатские, накапливается огромный материал. И я не буду, например, на сайт того же правительства заходить, а я просто посмотрю, у меня эти материалы сохранились. Ну у вас тогда, а у людей-то нет. Ну, в данном случае, если ты хочешь донести правду, и чтобы ты был готов эту правду наносить, у тебя архив такой должен быть. А если ты сегодняшним днем живешь, летишь, так сказать, вперед, но это не значит, что у тебя, так сказать, аргументы готовы при встрече с какой-то проблемой или вопросом. А ты бы на пустом месте. Ведь журналистика что значит? Ты должен быть готов к разговору. В любой момент? В любой момент. Нет, не только в любой момент. Если я иду на интервью, я перерываю, так сказать, массу материалов. А что человек говорил, чем занимался, как себя проявил в каких-то, какую позицию занимал. А иначе как? Я приду и буду ушами хлопать. Я помню, делала материалы лауреата премии Ленинского комсомола «Лазерная микрохирургия переднего отдела глаза». Боже. Так я в Ленинке присидела, так сказать, чтобы вот с этими ребятами талантливейшими. Говорить на одном языке. Корпианы, большинство. Да, большинство. Это что-то. И им интересно, и ты-то получаешь какую-то отдачу. А если ты идешь, вот так сказать, за Шорина, тебя послали, ты скучный микрофон поставил, тебе наговорили там диктофон, ты это все расшифровал, дай бог, что если еще грамотно, и все. Но это не журналистика. Поэтому мы должны уметь работать в любых условиях, когда нам что-то обрезают, урезают. Мы должны находить другие пути. Тебе одну дверь закрыли, ты в другую. Тебе дверь закрыли в окно. Потому что ты не для себя лично берешь эту информацию, а чтобы правдивую донести до своего читателя, телезрителя или слушателя. В общем, на войне как на войне, да, получается? Да. И вот очень печально, когда СМИ наши не слышат добрых пожеланий. Я вот уже узнала, пресс-центр, ну это еще, по-моему, до Елены Сосолятиной, потому что это в конце прошлого года ссылка была, пресс-центр города Кирова, администрации города Кирова. Они дали ложную информацию, причем в газете «Наш город» и написали «Сохрани, вырежи и сохрани». Это касается температурного режима в жилых помещениях. Так прежде чем возразить, хотя вроде бы знала, думаю, а вдруг время прошло, что-то изменилось. Я с консультантами, которые ведут российские семинары по ЖКХ, с Князькиным, с ГЖИ, так сказать, и только после этого я написала, что ребята, вы не правы. Дайте, пожалуйста, уточненную информацию. Дали? Только Вятский край, да. Наш город нет? Нет, я не нашла, во всяком случае, этой информации правдивой. Когда в квартирах в нашей Кировской области зимой должно быть 20 градусов и 22 в угловых квартирах. В угловых квартирах, в угловых комнатах. Вот, к сожалению, то есть надо уметь слушать, когда мы к власти претензии предъявляем, мы должны к себе быть более честными, доносить эту информацию правдивую до наших горожан, до наших соседей. К сожалению, не успеваем мы обсудить с вами коммунальные темы, которые у меня тоже были запланированы, но, видимо, до следующего раза. Ну, если пригласить. Обязательно. Марина Сазонтова, депутат Законодательного собрания 5-го созыва, депутат Городской думы 3-го и 4-го созыва, журналист. Мы прощаемся с вами, Анна Лукшина, особое мнение завершается на этом, до свидания. Всего доброго.